И вот, сейчас я настрою. В общем, если в двух словах, то я являюсь создателем комьюнити Венеция XD и является лидером этого комьюнити. Также я работаю как продакт-менеджер и лид-экспириенс-дизайнер в компании PAM и также я являюсь head of Венеция Дизайн Юнит в том же PAM. Кроме этого, у меня есть достаточно большой, богатый опыт в дизайне. 15 плюс – это где-то, если точно, 18 лет в экспириенс-дизайне. Также 6 или 7 лет в эдукейшн-дизайнерах. То есть это имеется в виду, что тренинги, курсы, развитие людей и выращивание ребят, которые потом уже становятся лидами и растут выше-выше. Вот. И если взять по этому пункту, то, наверное, по историческому этому где-то 400-500 дизайнеров уже было воспитано. Многие из них уже работают в топовых компаниях на лидерских позициях. И около 100 бизнес-аналитиков также обучались у меня. Вот. Сегодня у нас будет тема, которая будет достаточно близка к направлению обучения, потому что более широко про это. Сначала давайте про комменти. Кто еще не был… Поднимите руки, кто из вас не был на комменти в встречах до этого? Рад вас приветствовать, ребят. Поднимите, пожалуйста, в чате руки те ребята, которые тоже первый раз. Окей. Светлана, сколько там много? Давайте я посмотрю. Нет, у нас тут всего 5-6 человек. Привет. Но все были. Хорошо. Почти все были, да. Так, что является нашей комменти? Комменти – это первая такая большая глобальная комменти, которая направлена на развитие экспириенс-дизайнеров и в целом дизайнеров интерфейсов. Мы начинали все полтора года… Год назад, я бы сказал, да. Начинали в январе с дизайн-завтраков. Это были встречи приблизительно как сейчас, только было кофе больше. И мы общались просто про дизайн. То есть у нас был какой-то топик, и мы обсуждали все вместе. То есть это не было лекции, это не были воркшопы. Потом это перешло в онлайн. Потом после этого у нас появились в рамках UX-брекфастов практически встречи, когда мы встречались и обсуждали про дизайн. Но кроме этого еще делали воркшопы. Также у нас было в прошлом году два дизайн-метапа. В этом году у нас планируется три дизайн-метапа и одна конференция. Это более глобальные встречи, когда уже три плюс спикера, и мы обсуждаем какой-то конкретный топик с разных сторон. Это достаточно интересно. Поэтому следите за нами. Также у нас есть воркшопы. В прошлом году мы провели два воркшопа, но один был уже в рамках комьюнити. И в этом году мы планируем провести около трех таких больших воркшопов. Я не знаю, сколько будет меньше. Посмотрим. Кстати, если по воркшопам, буквально весной у нас планируется большой воркшоп до двух недель. Это будут две недели, один воркшоп. Будет возможность поехать клиенту на точку, как работает бизнес, посмотреть, как это все работает, исследовать, потом эти все артефакты перевести уже в работу UX. И из этого будут решения. То есть это крутая работа, когда можно будет прокачать на практике не только то, как вообще думают дизайнеры, насколько уже погрузиться полностью в реальную атмосферу. И более того, это потом все положить в портфолио, потому что большие такие воркшопы, они не так часто случаются. Вот. Кроме этого, у нас есть еще квесты. В прошлом году мы сделали пилотный первый раз. И я думаю, что в этом году мы будем повторять. То есть у нас будет около, наверное, три квеста в этом году мы планировали и посмотрим, как будет на практике. Что такое квест? Это интерактивная игра по городу, когда есть по городу разбросанные в разных точках задачи. Нужно и людей интервьюировать, нужно дизайн-процесс формировать, нужно делать разные задачки. Это вообще все интересно. Она все про дизайн, про исследования, про user experience, но в то же время это по локации, то есть это более интерактивно. В рамках вот этого можно хорошо познакомиться с ребятами, можно узнать очень много интересного и про дизайн, и про себя, я бы сказал вот так. Также в рамках этого у нас есть спорт. Это наши постоянные члены комьюнити регулярно собираются, делают покатушки, делают разные встречи и вот в общем такое. Если можете подсканировать и код, чтобы не забыть и запомнить. Что интересно еще, мы в этом году планируем запустить подкасты. Подкасты это будут начинаться с серии интервью таких достаточно матчурных, известных дизайнеров не только в Виннице, но и по Украине. Тех ребят, которые живут уже за рубежом, те, которые еще живут в Украине, то есть будут разные интервью, следите. И второе, мы запускаем сейчас новое направление, это продуктовый такой лин-кофе формат, когда там продукт-менеджеры, дизайнеры более только сеньорного уровня и выше собираться будут, решать некоторые задачи, исследовать проекты. Ну, в общем-то, интересное направление. То есть, если вы чувствуете, что вы можете, то это к вам. Вот, собственно, вот, если коротко, то так. Так, я уже начал путаться, куда нажимать. Вообще, начнем, наверное, с той точки, что дизайн, развитие или вообще развитие, у нас вот была сегодня тема Personal Development Plan. Окей, что это такое? Как вы думаете? Развитие. А кого здесь развитие? Себя самого. А можно ли сказать, что эта тема касается только дизайнеров? Нет. Вот, потому я сегодня сначала расскажу больше темы мотивации и про общие принципы развития себя, а потом я погружусь конкретно в тему дизайна, потому что, поскольку комьюнити дизайнерская, то у нас как бы топик очень привязан к этому. Но мне хотелось бы сначала поделиться общим принципом и общим виженом, как вообще подходить к тому, чтобы взять новую сферу либо новую специальность и в ней развиваться с нуля и условно до единицы, да. Посему, первое, мы поговорим про мотивацию, то есть, в общем, зачем нам это? То есть, перед тем, как начинать что-то изучать и начинать куда-то двигаться, наверное, хорошо бы сначала понять, а вообще вам надо и насколько глубоко вам нужно копать, да, насколько глубоко нужно нырять внутрь. А второе, если вы хотите мотивацию… Так, извините, у меня тут кнопочка заедает. И если мы говорим про то, что… Окей, я решил там стать, например, продакт-менеджером либо дизайнером. Давайте будем говорить про дизайнер. Я решил стать дизайнером. И теперь вопрос, а где я буду применять это? А зачем мне это? И вот тогда мы задаемся вопросом, а где я буду это применять? А где применять? Применять, наверное, на каких-то проектах. Пойду в какую-то компанию работать, либо пойду работать на стартап, либо, может быть, свое что-то запущу. Хорошо. А тогда какая мотивация может быть? И она может быть внутренняя либо внешняя? Ну, объясним сейчас на примере. Внешне я работал, работал. Тут я понял, что как бы тренд пошел как-то вот вверх резко. Люди начали быстро все вокруг меня развиваться. И я чувствую, что я уже отстаю. Мне уже нужно что-то делать. Я, например, фрилансер. У меня вроде бы как есть клиенты. Но я уже понимаю, что вот со временем я потеряю лидерские позиции. Либо я вообще, в принципе, потеряю все позиции. Потому что уже все другие ребята давно там фигми рисуют, давно делают исследования. А я еще только там условно кнопки рисую, да? И тогда у меня возникает вот эта внешняя мотивация. Или она же называется инструментальная. То есть я понимаю, что мне не хватает инструментария либо не хватает каких-то техник, чтобы просто быть на уровне как бы вот со всеми. Ну, либо, может быть, на топчике быть. Второе – это внутренняя мотивация. Это когда я вот внутренне захотел выучить язык. И она более глубокая, эта мотивация. То есть я захотел выучить язык, чтобы потом ездить по миру, путешествовать. И вот эта мотивация дает мне силу. То есть я захотел стать экспириенс-дизайнером. А для чего? Ну, я хочу применять это и, в принципе, в своей жизни. Возможно, у меня свой проект. Я хочу это и вообще поменять окружение. То есть я раньше был, не знаю, библиотекарем, а я сейчас хочу быть дизайнером. Почему библиотекарь? Потому что это очень близко. И те, и другие организовывают информацию. И те, и другие думают, как бы к ней легче доступиться. И те, и другие – это про структуру. Ну, в общем, вот так. Извините, у меня постоянно кнопка, а не в ту сторону. О, кстати, это нужно было перевернуть просто. Если очень сильно абстрагироваться, то есть уровни делца или нейрологические уровни. Это из NLP. И я просто эту технику почему сейчас показываю, потому что если вы хотите понять для себя, а нужно ли вам куда-то расти, либо в новую сферу и так далее, то вот эта мотивация, она выявляется как раз, и вот первые шаги мотивации, они как раз выявляются через прохождение от более фактического к более абстрактному. Сейчас объясню. Например, давайте, допустим, я библиотека. Сижу в Винницкой библиотеке и решил стать дизайнером. И вот после этого я задаю себя вопросом, а где я сейчас нахожусь? Какое мое окружение? Я общаюсь с такими же библиотеками, как я. Еще у меня есть там кубы поинтересов вязания и котики. И еще у меня там есть библиотека. Я хочу, что я делаю хорошо, что в этом направлении? Я организовываю информацию, то есть себя упорядочиваю книги. Я думаю, как бы это все правильно каталогизировать и так далее. Интересно, правильно? Потом, какие у меня есть возможности? У меня есть аналитические мышления, у меня есть умение все разложить по порядочку, и у меня есть возможность что-то изменить так, чтобы было легко доступиться. У меня в доме идеальный порядок и так далее. Во что я верю? То есть я верю в то, что все должно быть на своем месте. Я верю в то, что нужно что-то изменить. Дальше, кто я есть? Ну, я библиотекарь, да? Также я там условно отец, я еще кто-то. Ради чего все этого? Интересно. Но я когда-то мне это увлекало, то, что я могу применять свои вот эти навыки, организацию, упрядочение, и вот мне показалась эта работа интересной. И дальше вот вершина. Куда я хочу? И у меня вопрос. Наверное, я хочу стать юзер-экспириенс-дизайнером. А где? И тут возникает вопрос. А для чего? Снова спускаемся. А для чего я хочу стать юзер-экспириенс-дизайнером? Что у меня для этого? И тогда у меня возникает вопрос. Наверное, чтобы делать жизнь других людей лучше, там у меня появилась какая-то, да? То есть для того, чтобы, наверное, реализовать лучше себя и для того, чтобы улучшать жизнь других. Дальше. Кто я буду? Экспириенс-дизайнер. А во что? Какой смысл в этом, да? Вот во что я верю? Какие ценности? Ценности – это также уметь использовать свои скиллы, там, организовывать. И, кроме этого, еще помогать людям, помогать бизнесу. Бизнесом становится лучше. И на этом еще больше зарабатывать условно, да? Какие возможности мне нужно развить? То есть мы уже идем не в то, что сейчас есть, а что мне нужно. И тут мы заходим куда? Заходим в интернет и начинаем искать. А где мы начинаем искать? У нас есть возможность искать лидеры мнения. Лидеры мнения – это какие-то топовые дизайнеры, которых можно отслеживать, фоловить. Инстаграм, Фейсбук и так далее, и так далее. Это разные сайты, например, Nielsen Normal Group, где идут топовые статьи, где можно почитать. Они сертифицируют на весь мир. То есть там можно почитать, какие скиллы нужны. То есть Capabilities и Beliefs – это, грубо говоря, софт-скиллы и хард-скиллы. Вот если по-простому, да? То есть это why, это how. И вот, грубо говоря, я смотрю, какие софт-скиллы и хард-скиллы должны быть у дизайнера. Я почитал статьи, я вроде бы себе выписал куда-то. И дальше мне нужно с этим как-то жить. И дальше вопрос, следующий у меня вопрос, да? Что я должен делать как дизайнер? То есть сначала, я должен обладать скиллами. Скиллами – это, грубо говоря, я должен уметь выполнять какие-то техники. Я должен уметь рисовать в фигме. Я должен делать софт-скиллы. Я должен уметь коммуницировать с людьми, презентовать свои решения, защищать свои решения. Я должен уметь слушать людей, активное слушание. То есть слышать их проблемы, не перевивать, а уметь находить проблемы. Дальше у меня идет следующий уровень – это поведение. То есть что я должен делать? Я должен делать исследования, я должен уметь рисовать, я должен уметь так-так-так-так, то есть какие-то практические вещи. И последнее. А какое окружение я должен поменять? Я должен начал ходить в XD-комьюнити. Потому что там собираются дизайнеры, и это в моей локации, это то место, где я гарантированно найду друзей, которые мне что-то подскажут, они меня будут поддерживать, мотивировать. Ребята, которые более сильные, будут давать рекомендации, возможно, кто-то возьмется там, условно, мендерить. Вот. То есть вот эта история, грубо говоря, история библиотеки, которая становится дизайнером. Она достаточно простая, правильно? Вот. И самое интересное, что вот здесь уровень культуры идет. Здесь идет уровень практики. То есть, грубо говоря, эти вещи, они достаточно практические. Они делать, техники изучить, то есть почитать, разобраться, что-то делать, поменять физическое окружение. А здесь это во что я верю и для чего я это делаю. Вот. И самый, как бы, важный момент, то, что не надо пытаться там прыгнуть сразу же высоко в небо. Это еще сложно там подтягиваться, условно, на каждый раз, вот это делать, потому что неустойчиво и неудобно и так далее. Гораздо лучше выставить себе короткий план развития, то есть вот этот personal development plan. Когда я буду точно знать, что у меня не будет ощущения, что вот я делаю недостаточно хорошо, я делаю недостаточно много. У меня будет понимание, что у меня есть спринт 12 недель, это 3 месяца, условно. Я себе на 3 месяца задал 12 тем, которые я хочу подтянуть. Каждая неделя это одна тема. То есть эту неделю я читаю про, условно, персоны, эту неделю я читаю про customer journey map, в эту неделю еще что-то делаю. Я знаю, что я в начале недели что-то почитал, потом что-то посмотрел, что-то попрактиковал, и если у меня есть ментор, то скинул ему, он мне дал немножко комментариев. Весьма просто. То есть это то, что нам позволяет делать и расти, постоянно, но при этом не чувствовать себя, что я что-то делаю недостаточно. Вот, и на самом деле все курсы, они построены таким же образом. Идут шаги, идут вот эти этапы, ты что-то делаешь, получаешь фидбэк и так далее. Где фидбэк можно получать? Можно в комьюнити кидать. Можно говорить, ребят, я тут делаю, изучаю что-то, вот сделал на практике, покомментируйте. Вариант? Вариант. Можно кому-то из ребят, которые там в том чате, есть более сильные, тоже спросить. Ребят, а можешь прокомментировать? Человек прокомментирует. Если он занят сейчас, он это сделает позже. Это не проблема. Если один не ответит, то другой ответит. Надо стучаться, надо двигаться. Вот, и давайте сейчас попробуем. А теперь вопрос про принципы. Как делать? То есть понятно, что, вот если взять, надо ближе. Можно, есть эффективность, и есть эфишенс, и есть эффективность. Вот очень интересно. Эффективный. Эффективный – это ковбой. Он достал револьвер, и там 100 патронов выстрелил, и один попал в цель. Эффективный – эффективный. Цель достиг и достиг. То есть много потратил патронов, много, ну какая разница, все равно типа никто эти патроны не считает. А эффишент – это когда я уже думаю, как бы потратить меньше времени, и как бы получить больше результатов. Ну, на презентации нет. И вот тогда у нас получается, что рост, он идет более, я бы сказал бы, динамичный и сильнее развитие идет. Потому что когда мы просто почитываем иногда там книжку, и в своей работе мы не ставим цель там попрактиковать, обязательно получить фидбэк, обязательно это, а просто там прочитали три книги, то получается это как читать про то, как играть на рояле. Ну, вроде бы я понимаю, как играть на рояле, но на практике не уверен, что у меня получится. И вот, или на коньках кататься. Потому вот дизайн – это сугубо практическая вещь, в которой нужно общаться с людьми, нужно практиковать, нужно набрать, ставить какие-то себе цели. И потому в данном случае мы будем сейчас говорить про принципы, которые позволят вам не просто двигаться там, вот достичь цели, я узнал о дизайне, да, а делать это эффективно и не тратить меньше времени и получать больше результатов. Вот. Соответственно, я сейчас более детально про кататься расскажу. В данном случае вам нужно понять, типа, вот смысл, ради чего это все, да. Потом выделить себе физическое время. В календаре забить время. То есть каждый день или там через день я занимаюсь дизайном. Точка. Ну, если вы хотите развиваться там в продакт-менеджменте или еще вот это, то же самое. То есть обязательно нужно в своем часовом слоте выделить время. Это говорят, что, слушай, у меня нет времени этим заниматься. Время у всех есть одинаковое, то есть у всех 2-4 часа в сутки. Из них, условно, 12 часов, которые человек активно что-то может делать. Там остальное время покушать, там какие-то вещи, поспать и так далее. И если мы выделяем физическое время, тогда мы получаем и результат. Потом создать карту развития, метакарту. Метакарта, она, я сейчас буду рассказывать, что это такое, она немножко отличается от простой карты. Практиковать, получать фидбэки и экспериментировать. В общем, вроде бы все логично. То есть я о чем-то узнал, я выделил физическое на это время, сел. У меня есть там каждый день 2 часа или час на то, чтобы что-то делать. Я взял себе, разобрал, приоритизировал, что мне нужно сначала изучать. После этого у меня есть, там, условно, уже, я знаю, что эту неделю я читаю сугубо по этому. Потом я это беру, пробую практиковать, кидаю в чат, кидаю в комьюнити, кидаю в какие-то общие фейсбук-группы. Прошу, чтобы меня прокомментировали и получаю фидбэк. Получил фидбэк, понял все хорошо, потом попробовал поэкспериментировать, поиспользовать какие-то другие техники. Вот. Теперь давайте так. Ну, первое, пропус. Как вы... Кстати, извините, еще один момент. У нас есть ребята с Белоруссии и с других стран, потому я говорю на русском, потому что, в общем, все понимали. Давайте так, пропус. В данном случае тут нужно просто определить, насколько далеко вы собираетесь зайти, насколько глубоко вам нужно идти, что вы используете, то есть подготовить к этому. Если вам нужен, условно, Миро, то, наверное, неплохо бы установить себе аппликацию Миро. Если вам нужна Фигма, то же самое. Если вам нужны какие-то книги, то неплохо было бы, наверное, приобрести книгу в электронном виде, либо где-то скачать, либо у знакомых и так далее. И, соответственно, если вы сначала себе выставляете цель, куда вы пойдете, насколько далеко, то вы можете двигаться. Это вот, когда вы делаете предприятие, вам всегда нужно сначала определить, как я буду делать его, сколько я готов на это потратить время, когда я готов тратить время, и когда я перестану этим заниматься, когда уже смысл потеряется. То есть всегда у вас должно быть понимание точка А, точка Б, и я вот от точки А, точки Б делаю какое-то движение, у меня есть какой-то процесс. Если вы изначально определили это, тогда у вас все будет хорошо. Если вы изначально что-то не поставили, то у вас не будет понимания копать отсюда и до вечера или копать отсюда и до конца жизни. Вот. Дальше. Вот, выделяете время. Вот, видите, у меня тоже есть достаточно много митингов, но сейчас еще больше, но я все равно выделяю какое-то время, на которое я трачу на конкретно что-то. Дальше. Делаете метамапу. Метамапу можно делать двумя способами. Первый, к сожалению, тут не сильно видно, потому что засвечивает. Если по-простому, это вот такая вот карточка, как снизу. Если по-простому, то вы можете сделать майнмап, в нем расписать просто сущности, которые вы понимаете сейчас, потом взять статью, одну, вторую, третью, и попробовать по этим статьям дополнить недостающие кубики. Это просто то, чтобы понять, как это работает. А потом, в идеале, это все происходит таким образом. Опять же, тут есть круги, их не видно. Я сейчас, наверное, не покажу. Есть вот три круга. Ну, грубо говоря, круг, он состоит из трех сегментов. И он состоит из трех вещей. Первое, как вообще вещи работают. Если мы говорим, я хочу изучить, например, какое-то новое направление, тот же экспириенс дизайн. Значит, сейчас я должен задать вопрос, а как вообще это все работает? И тут есть три вещи, которые на это влияют. Первое, это контекст. То есть, где находятся дизайнеры и как они работают и, в общем, в каких инструментариях и так далее. Потом, это процессы. Дизайнер, как правило, если говорить про интерфейсы, он работает, у него есть два процесса. Первый процесс, это процесс разработки. Это agile, он же Scrum и Kanban и Lean. и второй, это процесс дизайнерский. То есть, дизайн-процесс, он состоит от того, что я собрал информацию, проанализировал, понял, какую проблему решаю, сделал концепт, визуализировал и проверил на пользователях. То есть, у меня вот есть процесс. Этот процесс состоит из пяти шагов. И теперь у меня вопрос такой, у меня есть development, то есть, ребята там, девелоперы что-то берут, и у меня есть мой дизайнерский процесс. Как это смарт, ну, как бы смарт жить, как с этим жить. Потому у нас еще есть коннекшены, да, то есть, коннекшены это с кем я буду еще взаимодействовать, с какими людьми, какие роли, что они от меня ожидают, что я от них ожидаю и так далее. То есть, вы должны задать себе вопрос для того, чтобы понять, как это все работает, то есть, как все устроено. Когда вы приходите потом в компанию и у вас возникает вопрос, хм, как это все устроено, и к вам приходит, например, девелопер либо проект менеджер и что-то начинает говорить, а вы такие, типа, ты кто? Типа, что-то мне отнадо? То есть, у вас нет ожиданий и человек начинает говорить какую-то чушь. Ну, либо говорит правильные вещи, но не тому человеку. Условно, проект менеджеру, может быть, не так интересно, как вы что-то делаете, сколько ему интересно, когда это будет сделано и есть ли какие-то риски. А девелоперу нужны тоже свои вещи, да, бизнес-аналитику нужны свои какие-то вещи. И, соответственно, вам нужно понимать, кто с вами связан и с кем вы работаете. То есть, это первая часть. Вторая часть, вы должны задать вопрос, какие скиллы вы должны развить. То есть, софт скиллы, хард скиллы. Софт скиллы – это про умение коммуницировать, это про то, что не конкретные техники. То есть, это то, как себя вести, то, как воспринимать все, то есть, не воспринимать свое мнение как последнее, а понимать, что есть пользователи, мы делаем для пользователей, и их мнение более важно, чем наше. Но мнение конкретного пользователя, там, его фантазии, они тоже не имеют ценности, имеют значение только его прошлый опыт и так далее. Хардскиллы – это конкретные техники, то есть я умею делать персоны, я умею импатимап делать, я умею кастер-джерный мап, я умею скачевать и так далее. И третья часть этого круга – это как я могу это оптимизировать. Как правило, в начале своего пути дизайнеры не задаются этим вопросом. Это операционка и лучшие практики. Как правило, в начале мы просто копируем какие-то классные работы других дизайнеров либо смотрим, как это все сделано на топовых сайтах. Но я очень рекомендую, если вы начинаете практику и вам нужно нарисовать сайт интернет-магазина, то было бы, наверное, неплохо посмотреть, как другие интернет-магазины это делаются. Потому что у них есть очень много классных паттернов, то есть, грубо говоря, каких-то частей, которые уже классно работают. И люди к ним привыкли. Если, условно, у нас большинство покупают в розетке или где-то там на Амазон за рубежом, то, наверное, их паттерны, как у них интерфейс устроен, эти люди к этому привыкли. Если сравнить, например, взять тот же велосипед. Я могу крутить педали вперед и ехать вперед. Но если кто-то сделает крутить педали назад, но ехать вперед, то у человека, который этим захочет пользоваться, сломается все в голове, и он скажет, да ну нафиг, я пошел, возьму другой интернет-магазин, этим невозможно пользоваться. И вроде бы креативненько, но неприменимо. Поэтому лучше практики, лучше брать у топовых сайтов и так далее. Практиковать. Берете сначала учебные проекты, грубо говоря, взял что-то себе там, придумал, наклепал, и смотреть какие-то реальные проекты. Теперь давайте так. Как джуниор-дизайнеру найти реальный проект? Человек хочет расти. Что делать? А где искать? Давайте идеи. Хорошо. Хорошо. Ну, вас же будут обучать. Это штрата, операционка. Работает, да? Хорошо. Фриланс, студия. Какие еще идеи? Отличная идея, да. Хорошо, да. Так. Напросится shadow mode в более мячур дизайнеру. Отлично. Спасибо за твое мнение. Какие еще идеи? Ну, скопировать в точности проект – это хорошая вещь для начала, для того, чтобы просто откатать себе механически руками, как это все. Потому что когда мы начинаем, вот как когда-то художники, они копировали других художников. То есть ты набиваешь руку, и ты начинаешь уже воспринимать, как это можно сделать. Хорошо. Все, дальше. Так. С аудиторией сказали, что первое. Давайте еще раз. Пойти в фриланс. С аудиторией сказали, что напроситься к другому дизайнеру. С аудиторией сказали взять, сделать дизайн какого-то существующего проекта и попробовать его продать. И что еще было? Да, и попроситься в студии, да? Хорошо. Что еще интересного? Я бы сказал вот так. Самый простой деревянный способ, который не требует особых усилий – пробуйте оцифровывать и диджитализировать оффлайн интернет-магазины или другие сервисы. Условно. Я уверен, что у каждого в городе, в любом городе, есть какие-то местные химчистки, прачечные магазины, которые продают какой-то там сервис или посуду или что-то еще. Приходите, фотографируйте фасадное здание. Приходите домой, это все стилизируете, красиво подаете. Потом заходите внутрь, отфотографируйте позиции товаров, делайте себе 20 позиций. Не нужно слишком много. Это все выставляете на сайт, например, интернет-магазин. Это все рисуете, отрисовываете. И если вы еще потом это положите на какой-то, не знаю, там, WordPress или на OpenCart или что-то это, то вы вот с этим приходите к клиенту и говорите, смотри, вот у вас есть оффлайн-магазин, у вас нет интернет-магазина. Я увидел, что не нашел. Вот смотрите, у меня есть классный дизайн, я учебный проект, я его делал. Можете себе взять. Даже если человек откажется его брать, вы выставите его как концепт. И самое интересное, что не будет аналогов этого интернет-магазина, потому что это реальный магазин, который, в принципе, не имел раньше ничего. И то, что вы сделаете, оно будет априори классно. Потом кидаете какому-то топчику, и он вам комментирует. Хорошо. То есть варианты есть разные. Что еще есть? Смотрите, так, я не знаю, у меня тут получается, что… Давайте еще раз вернемся. Итак, у нас что делать? Первое. Определяем, насколько глубоко и сколько времени мы будем на это тратить. Второе. Выделяем физическое время. Третье. Рисуем майндмап, чтобы просто понять, как это все работает. И потом делаем это в виде метамапа, который получается. Тут есть… Вот, не знаю, насколько вам видно снизу, тут есть много-много стикеров. То есть вы берете просто Миро, рисуете такие круги и просто кидаете стикеры. То, что ближе к центру, то более важно. То, что дальше от центра, то менее важно. И у вас получается такие раскидывают вот такие. Есть еще стикеры, которые бесхозные. Вы можете их просто упорядочить, либо можете уже организовать другим способом. Вот. И последнее. Практикуйте. Делайте сначала экспериментально что-то себе на коленке. Просто взял, чтобы откатать саму технику. А потом пробуйте это делать на реальных проектах. Последнее. Просите фидбэк. Как эксперты предметной области, если вы взяли какой-то дизайн с Behance или с Dribble и перерисовали его, но немножко улучшили, как вам кажется, вы улучшили, и потом написали автору этого дизайна и попросили фидбэк, то человек, скорее всего, не будет вас ругать за то, что вы скопировали работу, потому что это льстит его самолюбию, что его копируют. Но в то же время он вам, скорее всего, даст фидбэк. И он вам объяснит, почему какие-то вещи он делал так или иначе, и, может быть, скажет спасибо, если вы принесете действительно какие-то классные идеи. Супер, супер. Потом спрашивайте коллег, либо знакомых, либо комьюнити. И третье. Просите, ищите ментора. То есть ищите человека, либо идете на курсы, либо, ну, то есть курсы – это тоже ментор, который вас ведет по процессу. Либо идете на какой-то практически воркшопы, техники, либо в комьюнити тоже идете. Тут есть очень много лекций, очень много практики. Либо ищите конкретного человека, просите. Если он не сильно занят, то он вам поможет, либо, по крайней мере, подскажет, что почитать, куда пойти. Вот. Мне проще вот так перелистывать. Ну, эксперимент. Сначала то, что вы говорили, скопировали чужое, потом переделали. Либо скопировали три интернет-магазина, потом взяли готовый интернет-магазин, который… Ну, там, не готовый интернет-магазин, а просто офлайн-магазин. Вот там он, дом красы или там что-то там. Заходите в дом красы, страшное, убогое здание. Заходите внутрь, тем фотографируете, пытаетесь это стилизировать и подать с классной стороны. И это дело можно подать под, что это как бы особый стиль, что этот стиль, возможно, такой, ну, там, под старинку, там, все стилизировано. Вообще, там, можно для гиков, паримахерская и так далее. Соответственно, дальше параллельное сравнение методов. То есть, берете одну технику, вторую, такой, так, стоп, а чем они отличаются? Customer Journey Map от, например, Service Blueprint или User Flow диаграммы от, там, DPMN. То есть, такой, окей, а чем они отличаются? И вы начинаете смотреть. Так они вроде бы то же самое, только вот здесь. Вот плюс вот такая штучка. Вот таким образом вы начинаете у себя в голове выстраивать некие взаимодействия, и у вас появляется система вот того всего, что вокруг вас, вы его начинаете как-то друг между собой связывать. Потому что если вы не будете сравнивать разные техники, там, те же, там, моделирование процессов, то вас, они будут жить, как бы, своей жизнью отдельно, но вы не будете понимать, когда их использовать. А когда вы даже без всяких, там, менторов и техник и так далее, просто взяли, там, 2-3 техники и такие попытались их сравнить, то у вас в голове сложилась какая-то картинка. Вы понимаете, что, угу, так это оказывается, что это можно делать вот так, а вот, вот эта вещь я буду использовать в таких случаях, а вот эта в таких случаях. Круто, круто. Там, те же самые воркшопы. Дизайн-воркшопы, они есть, там, 5 видов. Когда мы собираем требования, то есть, мы, чтобы с клиента быть на новом уровне, когда мы эмпатируем, то есть, условно, мы исследуем пользователей и понимаем, какие их потребности, и выявляем, что решаем. Когда мы идейшин делаем, то есть, когда мы дизайним и когда мы уже собираем фидбэк. Это же типа все 5 штук. То есть, мы уже как-то поняли, когда они как работают. У нас не будет возникать вопрос, что в начале, в самом начале, а что мне делать? Мне делать дизайн-воркшоп или мне делать исследование-воркшоп? Наверное, исследование. Потом, введение новых ограничений. Вы рисовали какой-то интернет-магазин, либо увидели какой-то интернет-магазин, и тут вы задались вопросом. Хорошо, а что, если этим интернет-магазином будут пользователи, люди с инклюзией, то есть, с ограничениями, либо с временными, либо постоянными? А что, если вот этим приложением будет пользоваться мама, которая там на одной руке держит ребенка, катает, а на другой руке у нее только одна рука, чтобы навигации делать? А что, если вот этим будет пользоваться кто-то с какими-то особенностями? И так вы можете взять обычные дизайны, которые уже есть, существуют, уже им люди пользуются, и их немножко оптимизировать под определенный тип людей. И вот эти ограничения, а что, если у меня не будет времени делать дизайн три недели, а у меня всего будут два вечера, чтобы сделать дизайн какого-то, например, дашборда, либо личной странички? И когда вы выставляете себе такие ограничения, вы понимаете, что вы должны втиснуться в эти времена. И, Анатолий, насколько вы качественно сделаете, настолько и будет. Если вы сделали, много времени потратили на подготовку, но не сделали результат, то это минус вам. Но в то же время вы в следующий раз сделаете еще раз это, и у вас получится втиснуться в какие-то промежутки времени. И таким образом вы вот играете сами с собой, вы постоянно добавляете себе какие-то правила. И найти свою суперсилу в гибриде несвязанных навыков. Грубо говоря, я делаю что-то для дантистов, и я смотрю, как шахтеры или нефтеперерабатывающая промышленность решает такую же проблему. Это немножко более сложно, это более моторочно, потому что нужно сесть, как бы копаться, как эти делают и как эти делают, а потом взять сравнить. Но это дает очень крутой результат, который, в принципе, вы делаете работы, у вас они уникальны, и никто не может вам сказать, что вы где-то скопировали. Потому что вы берете какой-то готовый сайт, вы его сначала скопировали, потом создали уже по-своему, потом взяли, сравнили какие-то разные техники и попробовали, потом сделали новые ограничения, еще сделали какую-то другую сферу, взяли, с нее вытянули идеи. Вот. Это, если коротко, то есть хорошая новость и плохая. Плохая – то, что вам придется отучиться. Потому что со временем, когда вы доходите до какой-то точки, вам придется экспериментировать, и только эксперименты вас будут развивать. То есть если мы говорим вначале, мне достаточно копировать других, и вначале мне достаточно разобраться с техниками, то потом, в будущем, для того, чтобы вам расти, вам придется уже учиться у самого себя. У вас не будет других ребят, которые будут на вашем… Ну, или их будет достаточно мало, у которых вы сможете учиться. Вы будете уже копировать и моделировать какие-то разные вещи и уже сами задавать себе темп. Так. Ну и последнее. Рефреш – это, по сути, где? Проекты, фракшопы, артикли. Читаете статейки, ходите на комьюнити-практики, ходите на фракшопы, делаете много каких-то проектов. Так, по предыдущему вопросу у вас есть? Давайте я подкрою чатик. Да, learning by doing. Очень хороший комментарий. Я тоже считаю, что дизайн – это очень практическая вещь. То есть все, что вы есть – это то, что вы сделали. Если вы прочитали, но не применили, вы, скорее всего, это забудете. Если вы прочитали, но это дело у вас отложилось, вы поняли, как это работает, но не попробовали хотя бы минимально, хотя бы на маленьком вещи, то оно, скорее всего, уйдет в прошлое. Поэтому learning by doing – очень хороший совет. Хорошо. Теперь я коротко пробегусь по скиллам, чтобы мы просто были on the same page, и потом я уже расскажу, как я на практике делаю personal development plan. То есть это до этого было вообще как изучать и расти, а теперь будут про скиллы. Это не то, что оно как бы заменяет все, что было сказано до этого, это просто дополнение. То есть у меня есть понимание, у меня есть практика, но при этом у меня еще есть какие-то техники, и техник достаточно много. Как это все организовать? Надо. Так. То ли у меня эта штука выключается. Как вы считаете, какие скиллы закрепятся, если человек делает сайт на сайте, на сайте, на сайте. С улицы, да? Да. Для молодого дизайна, что это надо? Хорошо. Спасибо. Так, вопрос звучит так. Какие скиллы, да, я просто для тех, кто там онлайн. Какие скиллы человек получит, который возьмет, например, оффлайн-магазин или оффлайн-заведение и задизайнит. Как минимум, давайте так. Кто такой дизайнер? Нетворец. Хорошо. Мое личное понимание дизайнера… Дизайнер – это практика. То есть это практика создания чего-то. То есть человек создает. И фактически дизайнер – это человек, который создает будущее. Потому что до того, как дизайнер создал какое-то решение, его не существовало. Он пришел, создал, и другие люди уже понимают это так, как дизайнер это сделал. Да, это будут еще какие-то правки бизнеса от команды, но тем не менее дизайнер формирует будущее. И второе – дизайнер фокусируется на трех вещах. Улучшение сервиса, создание продуктов и оптимизация. Если мы говорим про сервис. Был оффлайн-магазин. У них был какой-то сервис. И вы пришли и задались вопросом, что я могу сделать, чтобы этот бизнес был более успешен. Понятно, если вы сделаете просто сайт, и в нем будет какая-то просто общая информация, которая не принесет бизнесу никакой-то ценности, то вы, наверное, как дизайнер не сработали. Соответственно, возникает… Я бы себе задал вопрос, что я могу сделать, чтобы этот оффлайн-магазин, либо дом красы, условно, там, оффлайновский, смог получать выгоду от этого. И, возможно, мне не нужно будет ни интернет-магазин делать. Возможно, мне вообще нужно будет просто сделать чат-бот. А, возможно, мне… То есть я, как дизайнер, прихожу и задаюсь вопросом, что я могу сделать, чтобы это улучшить. Потом я смотрю, у них есть какой-то классный сервис. Он очень аутентичный, он очень интересный. Он, возможно, нигде его в интернете, на розетке и других сайтах не продается, потому что они покупают это в локального производителя, который где-то это делает, и аналогов этого дела нигде нет. И мы понимаем, что мы аутентичные, аутентичные сможем подчеркнуть, усилить и продать. То есть мы продаем уже не столько посуду, сколько мы продаем какую-то визию чего-то красивого, то есть свое это. Но для того, чтобы вот это сделать, вам, как дизайнеру, нужно будет напрячь мозг. То есть, по сути, дизайнер в данном случае срабатывает, первое, как человек бизнеса, то есть бизнес-дизайнер. Человек, который приходит в бизнес и задается вопросом, что я могу сделать, чтобы лучше бизнес. И в будущем вот такое мышление, он очень выигрышное, потому что вы будете общаться с бизнесом, и вы будете ему продавать ценность для бизнеса, а не интерфейс. Второе, когда вы задаетесь вопросом, как я могу это сделать? Во-первых, что я могу сделать? Второе, как я могу это сделать? Тогда у вас возникают уже вопросы, а как я могу это все подчеркнуть, как я могу преподнести так, чтобы это получило выхлоп? Что нужно сделать, чтобы потом… Ну, есть же ограничения, да? Есть технологические ограничения. Если я буду делать магазин, условно, на Маджента, который стоит дорого, то этот локальный магазин никогда не купит Маджента себе лицензию. Соответственно, мне есть смысл выбирать те платформы, которые бесплатные, которые будут стоить там 3 копейки, условно, 50 долларов в год для интернет-магазина, грубо говоря, за домен и за минимальные пространства на хостинге. Соответственно, я должен задаться вопросом, я должен выникнуть еще в эту часть. То есть человек должен понимать, что есть ограничения, и эти ограничения реалистичны. Я могу нарисовать какую-то фантазию, но эта фантазия не сработает. То есть мне нужно еще отталкиваться от реального опыта людей. И третье. Вы уже включаете технические ограничения и вообще ограничения. Вы включаете бизнес, и у вас еще есть пользователи. Вам нужно задаться вопросом, а кто будут пользователи, которые вот это все покупать будут. И вам нужно будет напрячь мозги, найти аудиторию, это описать. То есть это работа, которая требует не столько линейно нарисовать, сколько задаться вот этими вопросами и начинать выстраивать свое мышление именно в таком ключе. И чем больше вы будете делать эти упражнения, даже если вы физически не будете это делать, все эти магазины отрисовывать, но если вы будете делать это упражнение для головы, то это для вас очень сильно поменяет вашу жизнь. И вы будете приходить уже к бизнесу не как дизайнер, возьмите меня на работу, а как партнер. Я могу вам помочь, мы можем выиграть от этого вместе. Так, теперь давайте в контекст, куда попадает дизайнер. Давайте так, я буду говорить про продуктовые компании, я буду говорить про аутсорс, я буду говорить про большие IT-компании, сервисные. И практически кругом все очень похоже. То есть дизайнер, который начинает, он всегда начинает с экспертного уровня. То есть он выучил техники, понял, как делать персоны, понял, как делать customer journey map, понял, как рисовать. Я молодец. Я прихожу в компанию, и мне говорят, будешь работать на проекте. И тут он попадает в контекст команды. И у него возникает вопрос, окей, кто эти все люди? Чего они от меня хотят? И вы начинаете вопрос. И у вас оказывается, что есть бизнес-аналитик, который с вами работает, есть project manager, есть product owner, или он же product manager. А есть еще девелоперы, есть QA. И с кем мне нужно взаимодействовать более плотно, с кем меньше. И потом у дизайнера, который хочет развиваться, он должен как минимум понимать, кто эти все эти люди, что они от него хотят. И что он может им предложить, а что он может от них сам требовать, либо ожидать. Дальше возникает уровень компании. Если я пришел в компанию, это, например, продуктовая компания, они делают свои продукты. Я себе задаю вопросом, что я могу делать, чтобы компания выигрывала от этого. И этот вопрос должен у вас в голове уже витать с уровня junior. То есть когда вы понимаете, что, ну, это представьте себе, это как клан, я попадаю в какое-то пространство, и если я свои усилия направляю не только на то, чтобы вот в своем лукошке вот этот проектик делать, а я пытаюсь еще улучшать в целом команду, либо компанию в целом, может быть, какими-то своими способами, то меня будут больше замечать, я буду быстрее расти, меня будут двигать выше, и я буду получать больше бонусов или других благодарочек. То есть это вот мышление, оно вам поможет быстрее расти. То есть это accelerated growth, потому что вы будете видимым. Вам еще и вопрос такой. Опять же, еще один soft skill – visibility. То есть как показывать то, что я делаю. Если человек это делает на уровне команды, то показывать visibility нужно другим. Чем я занимаюсь сейчас, а куда я двигаюсь, а что дальше и так далее, и так далее. То есть чтобы project manager не беспокоился, чем занимается там дизайнер, product owner так же и так далее. И на уровне компании. Как я могу показывать свою visibility? Это же не обязательно вы должны быть суперумным, супер каким-то экспертом, чтобы на уровне компании быть visible. Вы можете участвовать в каких-то конференциях, вы можете помогать организовать, вы можете делать какие-то общественные вещи. Это все, что дает видимость, что вы присутствуете. И дальше идет community level, либо я бы сказал, это визионерство. Когда человек вне компании собирается с другими ребятами, растут, взаимодействуют, тут есть очень много плюсов. Ну, как минимум, такой самый циничный плюс, когда человек понимает, что он хочет поменять компанию, он, по крайней мере, будет знать много ребят других, и к нему уже будет доверие, и его взять в другую компанию гораздо проще будет, потому что он говорит, ребят, я ухожу с компанией, ищу новую работу. И там все скинулись, короче, спросили у себя, и человека взяли на работу. Как максимум, это то, что человек понимает много новых вещей. У меня в моей карьере, когда я поехал в Киев, я познакомился с классными ребятами, и мы начали вместе там думать, как делать учебные программы и так далее, менторство. И тот же, например, есть... Apollo Design Center, в котором я много тусил, это Макс Ткачук и Олег Номр. Есть очень много других ребят, которые там, условно, хеды и дизайн-директора по разным компаниям, и мы с ними все вместе собирались, обсуждали дизайн, и обсуждали вообще, как быть, как развиваться. И это все, вот этот обмен знаниями на уровне комьюнити, он вам позволяет понимать много вещей с разных сторон. Вы понимаете, что все не так линейно, что бывает по-разному, что те же вещи делаются по-другому в разных компаниях. Вот это все важно. Так, я вижу, что снова вопросы. Да, хорошо, буду дублировать. Теперь давайте так, по скилам. Ну, вернемся с нотки. Мы попадаем в контекст. В контексте у нас есть стейхолдеры, то есть заказчики, есть команда разработки, есть тулы и есть ограничения. То есть что я могу делать, что я не могу делать. Мы сейчас детально. Стейхолдеры. У меня есть C-Level, то есть топ-менеджмент. У меня есть маркетинг, продуктованер, который отвечает за результат. И эксперты, которые понимают, как это работает, как работает бизнес. Я как дизайнер должен себе задаться целью, чтобы понимать, кто такой продуктованер, что он делает, какой у него процесс работы. Я должен понимать, как работает маркетинг. Я должен понимать, как мне коммуницировать с экспертами. То есть это стейхолдер интервью, техника практическая. Это дизайн киков, это сюда. Продуктованер, это как я могу постоянно взаимодействовать, как работает процесс разработки и где там находятся дизайнеры, как я могу делать концепты для продуктованера и взаимодействовать. Потом, девелопантинг. Есть менеджер проектов, есть бизнес-аналитик, есть QA-программист. И опять же, вы себе задаете вопрос, как вы с ними. Есть классная книжка, называется Articulate and Design Decision. Она очень про это. Потом, есть процессы. Опять же, говорил, дизайн процессы, SDLC процессы. SDLC – это development. Это процесс разработки, он же agile. Заходите в интернет, читаете там Scrum, Kanban, самые ходовые. Еще есть waterfall, кое-где. Это такой линейный способ. И еще есть lean. Lean – это стартаповский подход. Дальше. Soft skills. Есть личная эффективность, есть эффективность коммуникации, и есть менеджмент. Менеджмент пока не лезем, понимаем, что далеко. Начинаем с того, что смотрим, как я могу быть эффективным персонально, лично. Это тайм-менеджмент, эстимация, это показывать, ну, грубо говоря, visibility, это уметь себя мотивировать, организовать. Точка. Интерперсональная коммуникация. Это коммуникация, e-mail. Я должен почитать, как минимум, книжку какую-то про то, как писать письма. Да, да. Потом есть разные митинги, в agile условно, да, там есть начало, потом kick-off, planning и так далее, и так далее. Хотя бы почитать, что это такое, и что там дизайнер делает. Или он там просто курит бамбук, или он что-то делает на практике. Потом дальше. Hard-скиллы. У вас есть всего пять этапов. Собрал информацию, проанализировал ее, понял, какую проблему решаю, нагенерил идей, нарисовал сайт-мап или там юзер-флова, или там сценарий, протейпировал, то есть нарисовал дизайн и протестировал. Можно сделать еще тестирование на уровне дизайн-вейшн. Сделал концепт, раскичевал, пошел к людям, спросил, типа, как оно. Вам говорят, типа, ну, такое себе. А почему такое себе? Потому что начинаете потом это исправлять, и до прототипов уже исправили. Очень важно, есть такое правило 30-60-90. 30, когда мы поисследовали, то есть мы собрали информацию, поисследовали, у нас есть концепт понимания, куда двигаться, идем к клиенту, спрашиваем фидбэк. Клиент говорит, все правильно, двигаемся дальше. То есть на этом уровне вы понимаете вместе, понимаете одинаково, что нужно сделать и какие проблемы нужно решить пользователей и бизнеса. 60, когда у вас есть концепт, вы с этим концептом, драфтом приходите к клиенту, говоришь, вот я нарисовал драфт и концепт, тут еще нет никакой красоты, но я, правильно ли я понимаю, либо идешь к пользователям и говоришь, типа, слушай, вот у меня есть решение твоих проблем, как тебе? человек говорит, типа, ну, конечно, вы не так будете спрашивать, скорее всего, спрашивайте, попробуй вот решить такую-то проблему с помощью этого концепта, но тем не менее, вот эти фидбэки вам дают понимание, стоит двигаться дальше или не стоит. Следующий идет, делаете прототип и уже после прототипа приходите снова же-таки к клиенту, у вас уже есть нормальный визуалка, дизайн, у вас уже все нарисовано, прокликано, спрашиваете, и вам говорят, хорошо, плохо, то есть три раза спрашиваете фидбэк, и у вас будут счастья. Вот, детальные техники я тут сильно не буду рассказывать, просто если по-простому, то у нас есть, опять же, эти техники, вначале мы общаемся с бизнесом, если есть возможность с пользователем, исследуем, если смотрим конкурентов, на файде Define вам нужно понять, кто пользователи, как они работают, как они живут, какие процессы бизнеса, мне нужно учитывать, что-то типа ограничения, и какие проблемы решить. Все, идеальная точка в конце, я понимаю, какие проблемы решать. Потом генерил идеи, нагенерил, поскетчевал, нарисовал диаграммки, то есть сценарии, это все структурировал, понял, как информация, все хорошо, пошел дальше, прототип сделал, этот прототип протестировал. Так, ну вот это оно как бы снизу идет обычно, то есть вы сначала идете от стратегии, сначала понимаете, что и зачем, и дальше потихоньку это все дело уже, вы понимаете, какие проблемы нужны, какие должны быть функции, эти функции вы себе выписываете, приоритизируете, выбираете, какие точно берем, а какие выбрасываем, потому что денег мало, либо времени мало. Это структурируем, то есть организовываем, потом с этого уже делаем вот такую компоновку, скелет, то есть тут еще структура в виде таких, там навигация, например, делаем, потом уже рисуем только дизайн, сверху никто не идет, сверху это плохой способ, это типа сначала нарисовал, потом попытался всех переубедить, что я сделал все правильно, не работает. Ну, люди просто такие, ну окей, ты молодец, ты правильный, но типа, твоя правда у тебя, мы пошли в другой магазин. Процесс разработки, ну, если по-простому, есть product owner, это человек, который владеет продуктом, или product manager, и дизайнер вместе с ним определяет, вместе с еще бизнес-аналитик, тут еще есть, он определяет, какие требования. Потом вместе с product owner, с дизайнером и бизнес-аналитиком поняли, какие требования надо делать, что нужно делать, пошли к следующему этапу, начали сформировать, что нужно сделать. У нас есть, например, 100 функций придумали, какие можно сделать, и такие, окей, у нас денег только на 10 функций, давай приоритизировать. Подумали, покумекали, выбрали, какие сейчас сделаем, а какие сделаем, когда появятся деньги. Приоритизировали. Набили с этого бэклог и решили, что сейчас, в этот месяц, мы можем взять только две функции делать или одну функцию. Какую будем делать? Самую важную. Выбрали, опять же, поприоритизировали, пошли. Отдали девелоперам, красиво расписали. То есть на этом этапе дизайнер что делает? Он рисует скетчи, концепты и показывает продуктовнеру. Продуктовнер вместе с ним и с командой это все переваривает. Там еще присутствует тех эксперт, тех лид, который еще говорит, насколько наши фантазии галлюцинации реалистичны. Тех лид сказал, все реалистично, возможно. Продуктовнер сказал, с точки зрения бизнеса классно, огонь. Все, пошли дальше. На этом этапе уже перед тем, как бэклог спринта девелоперы возьмут это в работу, дизайнер должен нарисовать разные стейты. То есть я здесь нарисовал концепт, одну страничку, одним размером, в одном виде, а здесь мне нужно прорисовать 10 разных ситуаций, в которых может быть эта страничка отрабатывать. Например, а что если ошибка, а что если недостаточно данных, а что если не прошла оплата, а что если доставка, а что если товар закончился. Вот эти разные кейсы. Это раз. И второе, я рисую адаптивы. Рисую под мобилку, рисую под, условно, если вы под часы делаете, рисую под таблет, рисую под веб. Или если у нас денег только на что-то одно, то мы выбираем, что мы делаем. Это делаем, и вот это уже детально прорисованное, нарезанное, по полочкам разложенное, мы отдаем программистам. Программисты это все пошли, взяли в работу. Мы их поддерживаем, помогаем, морально их воодушевляем, говорим, что все будет хорошо. Мы нарисовали хорошо. Девелоперы во время и времени спрашивают, а где иконки, а где размеры, а где что-то. Адресу мне еще вот такой стоит, адресующий вот это. И результат потом показываем, демо внутреннее, и потом это впрод. Понимаете? Вот это как бы процесс разработки такой, как бы достаточно реалистичный, самый ходовой, и потому вы должны понимать, что вы с этими людьми, с продуктовыми, с бизнес-аналитиками, с QA-ми, что вы делать будете. Дальше. Дизайн-процесс, он вроде бы так выглядит, очень классический, да, то есть мы такие все задали с целью, с продуктовым, нам сказали, что надо там копать туда. Мы начинали исследовать, это реальный мир, да, вот сверху, а снизу абстрактный. Собрали все требования, проинтервьюровали 10 людей и понимаем, что там как-то много информации, что-то с этим делать надо. И мы такие все воодушевленные, это в миру или в фигме, это все организовываем и анализируем. И в конце мы понимаем, какую проблему надо решать. То есть, причем проблемы приоритизируем, выбираем, какие самые главные, какие менее главные. После этого мы начинаем дизайнить концепты, рисовать и так далее, и так далее. В этой точке мы отдадим программистам, ну, либо на протяжении всего этого процесса отдаем по кусочкам программистам, ну, либо не программистам, а условно, продуктовно. И вот с этого момента у вас возникает момент тестирования. Может быть такое, что вы делаете просто, ну, воркшоп или вы делаете спринт, в котором у вас не подразумевается пока программирование. Соответственно, вы также делаете все то же самое, собрали информацию, поняли, что решать, проанализировали, на концепт сделали, и потом вот эти концепты в виде InVision или в Figma или в любом другом инструменте, крикабельный прототип, показываете пользователям, тестируете, понимаете, что не то. Если все то, тогда даете продакт-менеджеру или бизнес-аналитику, они это нарезают в бэклог. Бэклог идет программистам потом. Вот. Если процессы взять, их много, каждая компания по-своему делает, да, сложно. Но мы можем это все, вот я попробую это все разделить, вот так. И у нас появляется очень просто, что есть основные, это мы собираем информацию, анализируем, то есть, I know the learn, мы это дело как бы, и мы делаем что-то. И вот если это сильно упростить, вот еще упростить, то мы возвращаемся к тому дизайну, который я вам показывал вначале, вы помните, да? Так, теперь мой опыт. Наверное, самое интересное. Как вообще у меня происходит, да? То есть, я изначально сделал карту, я разложил себе по полочкам, и тут я начинаю статьи читать и понимаю, что, о, еще вот это забыл, о, еще вот это забыл. Ну, как бы в блокнотике все эти ссылки записывать все разные сложно и неудобно, то я себе завел Notion, и я что делаю? Я туда просто закидываю каждый раз ссылочки, статейки. Прочитал, докинул, прочитал, докинул. Понял, как это работает, например, тут говорите, ну, там, есть какие-то 1, 2, 3, 4, 5, я себе там понял, что мне нужно сделать в рамках этой техники. Например, если я делаю интервью, то мне нужно сначала, там, есть какие-то вещи, которые я должен делать, которые я не должен, и как я должен это записывать. И внизу у меня там идут ссылочки. Вот это дело у меня формируется, собирается, аккумулируется, я этим пользуюсь постоянно. То есть есть очень много разных сайтов, Нильсенормангрупп и так далее, и так далее. Это классно. Вы туда можете зайти почитать. Но, как правило, там информации слишком много, а мы изучаем по крупицам. И нам гораздо проще вот по этим крупицам, вот насколько мы читаем, настолько докидывать себе эти ссылочки. И только выбирайте, например, из 100 ссылок себе, выбирайте одну-две статьи, которые вам кажутся, они нормальные, адекватные и достаточные. Не надо себя перегружать информацией. Вот. И второе у меня есть в Skill Matters. Я вам, наверное, после встречи, я думаю, что на этой неделе пошарю темплейт для до уровня, до сеньорного уровня, то есть от нуля до сеньора, и покажу, как это работает. Как это работает у меня? Смотрите, у нас есть колонки. И у нас есть скиллы. То есть я себе разобрал, у меня есть там условно скиллы. Оно достаточно длинное полотно, я вам сейчас покажу. Есть скиллы, которые относятся к soft-скиллам. Второе относится к основам, то есть basic. UX basic и UI basic. У меня есть потом по этапам. Собрал информацию, проанализировал. То есть discovery, UX analysis. Потом ideation, потом прототипирование. И потом тестирование. И вот, грубо говоря, по каждому из этих у меня есть какие-то ключевые скиллы, которые нужно технике, нужно себе освоить. И у меня есть колоночка. Теперь покажу, как это более… Я для себя там расписал, на каких уровнях, то есть junior, middle, senior, lead, на каких уровнях, какие техники человек должен уметь делать. И вот исходя из этого, вы себе смотрите. Ага, я сейчас чувствую, что я там junior. Я хочу быть middle. Или я чувствую, что я супербок, lead. И себя ставлю такие, сверяю такие по колоночкам. Так, это у меня есть, это есть, это есть, это есть. И когда вы вот это делаете, у вас возникает вот такая вот штука. У вас есть колоночка слева. Это то, что вы себе заполнили, как вы представляете. Хорошо бы, если вы еще с этим делом придете к своему ментору, либо придете к кому-то из, условно, комьюнити там постарше, и попросите, чтобы вас double check, проверили, насколько вы адекватно себя оценили. Человек вам задаст какие-то ключевые вопросы, и вы поймете, что да, я понимаю, либо нет, я здесь ошибся. И у вас есть вот эта ваша линия номер один. Линия сейчас. Там 20-21 Q1. Ну там, квартал один. Вы себе говорите, так, я буду три месяца учиться. Ой, так, так, три месяца учиться. И у меня линейка, я хочу стать медлом за... Через шесть месяцев, условно, да, через два спринта. И у вас есть список требований, которые от вас ожидаются. Вы понимаете, что я должен уметь это. Теперь какие... И я понимаю, что я могу успеть за три месяца только 12 топиков. Вот то, что я вам рассказывал. Не надо пытаться себе задавать темп, там, изучить все на свете за одну неделю. Возьмите себе 12 топиков, но сделайте это классно. Если вы чувствуете, что вы за неделю эти топики успеваете быстрее, вы можете докидывать себе следующие топики. Но лучше себе, ну, там, двигаться быстрее, чем вы задали, чем двигаться медленнее, чем вы задали. Потому что если будете двигаться медленнее, чем вы себе задали темп, то вы будете мотивированы постоянно. У вас будет ощущение, что вы что-то не доделываете. И не исключайте, что у вас есть реальная жизнь, у вас есть какие-то личные отношения, у вас есть семья, у вас есть все остальное, там, работа. То, что вы не можете заниматься обучением себя, там, круглые сутки. И, соответственно, у вас есть линеечка, на что равняетесь. И вы понимаете, что здесь у меня провалы. Значит, я себе цель ставлю, что на следующий уровень я поднимусь на плюс один шаг. То есть, здесь я advanced, а я себе поднимусь только на intermediate. Ну, мне, по крайней мере, этого будет хватит, там, как проходной добавл. Я себе выставляю какие-то вещи. А потом у меня с правой стороны есть неделя 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 недель. И вот в этих неделях я себе ставлю точки, то есть, приоритизирую, когда, что из этого я буду делать. То есть, условно, если поставил приоритеты по неделям, я знаю, что на этой неделе я буду это делать. Хорошо бы, если бы вы пришли с этим планом. Ну, вы можете использовать, у меня, например, я поставлю в этом темплейте уже приоритеты для джуниор-дизайнера, что ему нужно в первую очередь изучить. Но если вы захотите себе подтянуть, например, а вы уже, например, там, сеньор, вы хотите расти выше, то тут есть момент такой, что у сеньоров добавляется очень много вещей, которые вне скилл-матрицы. Скилл-матрица – это, типа, тот уровень, который человек должен изучить ровно до момента middle. То есть, middle-дизайнер, он уже должен уметь все техники плюс-минус делать, либо быстро научиться их выполнить. То есть, сеньор, если он хочет расти выше, у него уже все техники априори должны быть плюс-минус понятны. И тогда у него возникают другие вещи, как работать с командой, как моделировать и оптимизировать разные процессы, как брать на себя ответственность. И вот эти все вещи – это из разряда софт-скиллов. Это то, что качается, это меняет мышление. Вот, потому если вам нужно будет, вы, например, уже middle, вы хотите расти выше, то вы можете попросить, опять же, либо меня, либо кого-то из нашей комьюнити, там, ребят, посильнее, и вам дадут приоритеты, что в первую очередь учить. Вот. Тут есть короткое описание, что это такое, что имеется в виду, да. Есть ссылочки на knowledge base. У меня есть вот эта база знаний, которую я собираю. Есть один момент, то, что все в процессе. То есть, там есть какие-то топики, которые уже описаны, есть какие-то еще не сильно описаны, там одна-две статьи накиданы. Но, тем не менее, это хорошая отпорная точка. Можно, в крайнем случае, заходить на Nielsen, на Man Group и там смотреть. Либо Medium. И вот так оно все работает. Вы себе выставили план, у вас есть план развития. На каждую неделю вы знаете, что нужно изучать. У вас есть понимание всего, что от вас ожидается на проекте. Есть разные компании, у которых вот эта скиллматация больше, меньше, оно по-разному. Более того, когда вы попадаете в конкретную компанию, например, агентство или еще куда-то, то вы поймете, что от вас не ожидается какие-то вещи, которые есть, например, здесь. Поэтому вы перед тем, как вот это все изучать, сначала задайте вопрос, а куда я хочу попасть? И когда вы все понимаете, куда вы хотите попасть, то вы задаете потом вопрос, а что из скиллов, с моего понимания, в этой компании конкретно будут требоваться в первую очередь? Теперь идеи. Как это можно сделать? Тишина. Заходите на работу.ua или заходите на доу или заходите на другие сайты и смотрите позиции на джунир, миддл, сеньор дизайнера. И там пишут требования, что дизайнер должен уметь. Вы себе берете вот эти требования, списочком вот так выписываете и понимаете, что от вас требуется за 12 недель подтянуть такие-таки и такие вещи. Вы их подтягиваете, приходите в компанию. Вы соответствуете минимальным ожиданиям от вас. То есть это вот так работает. Неадекватник кто? Вопрос, зачем вам идти в компанию, у которой требования неадекватные? Если вы хотите работать в компании, вы чувствуете, что она вам по пути, и она вас будет развивать, и вы будете там чувствовать, у вас будет рост, тогда идете туда. Если вы чувствуете, что это какое-то неадекватное место, где требования неадекваты и так далее, то тут либо проблема в том, что вы не до конца понимаете, что от вас требуют. Значит, вы идете, опять же, в комьюнити, прошиваете, говорит, вот я тут есть такая вакансия, я вот тут отчитаю вот такие требования, я их нифига не понимаю, что мне делать. И вам ребята подскажут, скажут, что, ребят, так, это имеется в виду, наверное, вот это и вот это. И вы такие, угу, так вот оно что. Бинго. Так, читаем вопросы. Так. Также сидят в айтишнике, чьим пьемом новых белорусов я не понял эти вопросы, ребят, про Ромы и про Белорусы. Хорошо. Ребят, ну, в принципе, все. Это как бы завершительная точка по скилам. Можно сатрафировать себе вот эту часть. Это я подсветил приблизительно то, на что нужно брать в первую очередь, хотя бы про это почитать, чтобы быть, понимать. Остальные вещи важны, нужны, но не требуются там в начале. Хорошо, ребят, давайте вопросы. Костя, привет. Алло. Алло, алло. Открывающий ад. Буду читать сейчас вопросы. Можете задавать. Олег, я тебя чую, але, кажется, Костя не. Алло. Так, я писал коменты, там коменты не стосувались Костяной доповеди. Мы просто тут за частниками переговаривались в директе. И то пішло, типа, за работу в целом, а не за доповедь. Так что одразу повинен внести ясность. Сорян. Так, я озвучу вопрос на камеру. Не считаю ли я, что UX из experience умирает, потому что многие уже пользуются, используют паттерны, и есть много гайдлайнов, которые говорят, как надо. Да, и второе, то, что еще, потому что... Хороший вопрос. Не считаю ли я то, что бизнес умирает? Есть очень много бизнесов, которые уже работают и которые выполняют свои функции. Зачем купировать, дублировать, если уже существуют... Я считаю так, что... Будут ли меняться требования к дизайнерам? Да, будут. Будет ли понимание, что дизайнер – это просто человек, который умеет собирать информацию, анализировать ее и выдавать решения? Да, я считаю. Но попадая в контекст сервисной компании, он больше фокусируется на процессы, он больше фокусируется на опыт, который получают пользователи, на тачпоинты, соприкосновения, точки соприкосновения сервиса и пользователя. И да, этот процесс будет улучшаться всегда. Всегда возникают новые стандарты. Розетка или, условно, Uber или что-то, чем мы привыкли пользоваться. Раньше же были такси, радиотакси вот было, да? А потом случилось, сейчас появился Uber, Bolt, что там еще есть? Уклон. А почему они появились? Они же появились, они делают сервис лучше. А кто это делал? Кто это придумал? Наверное, были люди, которые исследовали, поняли, как это работает, и они улучшили. И, соответственно, у меня есть мысль, что чем больше людей, тем больше будут потребности улучшать сервисы, появляются новые технологии, появляются новые возможности, появляется много все. Нужны люди, которые смогут это все вместе с бизнесом улучшать. Вопросы еще? Я не знаю, я ответил на вопрос? То есть требования к дизайнерам повысятся значительно, сильно. Какую профессию прерастет? Ну, я сталкивал, я говорил про продакт-менеджеров, я просто скажу так, продакт-менеджеры приходят из технической среды, то есть из девелопера, приходят с маркетинга, приходят с UX и приходят, в принципе, с рынка. И каждый из них имеет свой завал. То есть есть продакт-менеджер техническим бэкграундом, он идет как бы так, и это типа то же самое с дизайном. Дизайнеры, может, будут более сегментироваться, то есть уже сейчас есть ресерчеры чистые, уже есть сейчас ребята-дата-аналисты есть и так далее. Дизайнер должен будет уметь все понемножку, но тем не менее будет наров профессии, которые будут изучать что-то конкретное. Я не знаю, куда это все будет двигаться дальше, но у меня есть фантазия, что будут так. Вопросы? Хорошо. Ребят, удаленно вопросы у вас есть? Вопросов нет. Хорошо, ребят. Тогда есть их в двух словах. Перед тем, как делать, поймите, зачем оно вам. Составьте себе карту того, что вы понимаете уже сейчас и то, что вам нужно подтянуть. Используйте темплейты. Есть очень много темплейтов скилл-матриц в интернете готовых. Я пошарю свою еще. Дальше. В идеале, перед тем, как идти куда-то, подаваться в свою вакансию или в изюме, либо если вы хотите в какой-то среде попасть, то изучите, что требует компания и почитайте, что это такое. После этого практикуйте. Никогда не забывайте, что знания в чистом виде никому не нужны. Они приходят, они только прикладные практически дают пользу. Если будете пробовать практиковать хотя бы половину из того, что вы прочитали, вы будете боги в своем направлении, вы будете быстро расти, у вас будет все клево. Вот. И верьте в себя. Если не верите в себя, идете в комьюнити, вас будут верить, другие ребята поддержат, у вас будет все классно. Вот. Хорошо. Ну, учиться, да, учиться, учиться. Спасибо. Хорошо, ребят. Если вопросов нет удаленно, у вас нет вопросов, я вам благодарю за то, что вы пришли сегодня. Мы за час так быстренько пробежались. Двух словах, просто пробуйте. Если будут вопросы, потом задавайте, пишите. Я думаю, что вы получите ответы. Спасибо вам. Спасибо, что пришли. Я останавливаю запись. Всем спасибо. Потом пошарю. Спасибо. 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 Спасибо.